Музыка Средства обязательного медицинского страхования в настоящее время являются основными для финансирования государственного еще кое-где оставшегося муниципального здравоохранения но они регулярно являются объектом противоправных деяний прежде всего со стороны бюджетного здравоохранения когда в реестры на оплату медицинской помощи вносятся так называемые мертвые души граждане, которые уже умерли или те, которые ни сном, ни духом не ведали, что прошли диспансеризацию им были поставлены профилактические прививки им проводился консультативный прием врачами-специалистами назначались лабораторные функциональные исследования и так далее В случаях привлечения главных врачей, начмедов, заведующих отделениями, просто врачей, фельдшеров по статье мошенничества со средствами ОМС впрочем, будем говорить прямо, за воровство средств ОМС предостаточно Чтобы подобного не случалось, бдить за целевым расходованием средств ОМС обязаны, прежде всего, страховые компании и, конечно же, территориальный фонд ОМС Но и на старуху бывает проруха В Новгородской области прокурорская проверка выявила, что директор территориального фонда ОМС Елена Якимова санкционировала финансирование частной медицинской организации Медицинского центра «Альтернатива» и средств ОМС В то время как у него лицензии на оказание медицинской помощи в условиях дневного стационара не было Всего ушло во благо частной медицинской организации около 9 миллионов рублей При этом медицинской помощи застрахованной ОМС фактически не оказывалось В реестр вносили все те же мертвые души Дело Чичикова живет и процветает При этом комиссия по формированию территориальной программы ОМС Которая занимается распределением объемов среди медицинских организаций И которую, как правило, возглавляет один из заместителей и руководителей региона Безмолвствовала А в самом территориальном фонде, юридическом отделе, бухгалтерии Скорее всего, знали о подобной ситуации, но безмолвствовали Видимо, Ирина Якимова могла себя поставить таким образом, что фактически единолично распоряжалась средствами ОМС До распоряжалась Теперь и вменяется статья 285 Уголовного кодекса Российской Федерации Злоупотребление должностными полномочиями Наверняка были какие-то личные мотивы помочь этой частной медицинской организации Которая, как оказалось, еще с 2011 года систематически оказывала бесплатные медицинские услуги Но только на бумаге на общую сумму около 30 миллионов рублей В отношении руководителя этой частной медицинской организации также возбуждено уголовное дело Мне представляется, что с учетом обозначенных сумм уголовное наказание Как для руководителя территориального фонда ОМС Так и для руководителя частной медицинской организации Будет реальным, а не условным И еще Поражает определенная легкомысленность А скорее всего, правильно сказать, головотяпство указанных руководителей Неужели они посчитали, что государство не узнает о их деяниях? Наверняка нашлись желающие, которые сообщили в правоохранительные органы о возможных махинациях Прошли проверки, и преступные деяния без труда были обнаружены Принцип неотврастимости наказания, призванный сдерживать преступное поведение, увы, не работает А вседозволенность порождает преступление Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин